Сегодняшняя история на самом деле началась несколько лет тому назад, когда я предпринял первую безуспешную попытку добраться до лесного домика, затерявшегося между Березовскими и Абдерихинскими горами. К слову, та первая попытка оказалась самой удачной в плане расстояния, отделявшего меня от намеченной цели. С той первой поездки прошло четыре года, и каждый раз я возвращался сюда вновь и вновь в надежде попасть в святая святых таежной обители – лесной домик Альтаир, бережно хранящий имя своего Создателя. Раннее воскресное утро выдалось весьма обманчивым. Городские минус 7 градусов превратились в двузначное число, перевалив отметку за 20. На этот раз не удалось доехать даже до коварного брода через речку Березовка. А это означало лишь одно – до избушки добираться придется, как говорят в народе, на 11 маршруте, то есть пешком. Однако уже первые несколько сот метров дали понять, что затея эта сомнительная. С каждым новым шагом сапоги утопали в пухлом снегу все глубже и глубже, а впереди еще 5 километров неопределенности. В подобных ситуациях резко падает мотивация, и мозг включает режим рационального объяснения необходимости отказаться от запланированной цели повернуть назад. И это закономерно подкрепляется работой тела и мышц вне пределов твоих возможностей в течение длительного периода времени. Тем не менее, решаю идти вперед столько, сколько смогу выдержать в таком режиме, даже не догадываясь, что впоследствии расплатой за все это будет травмированное колено и потерявшаяся где-то в лесу деталь от штатива камеры. Но давнее желание поставить точку в истории с лесным домиком гораздо сильнее тех объяснений, которые ежесекундно возникают в голове. Каждые 5-10 минут делаю остановку, чтобы отдышаться, а заодно полюбоваться неопередаваемой красотой окружающих меня видов. Говорят, что цель туриста взять с собой побольше еды, уйти с ней как можно дальше в лес и съесть ее там. Ближе к полудню, оставив позади лишь треть пройденного пути, решаю слегка подкрепиться, а заодно поразмышлять о дальнейших действиях. Несмотря на широкий выбор компактных туристических принадлежностей, предлагаемых для организации быта в походе, в лесу нет никакой необходимости носить с собой стулья и столы. Эти предметы обихода вполне может заменить обычный пенек, оставленный лесорубами при заготовке леса. На одном из таких лесных столиков я сегодня и расположился. Вокруг тишина и спокойствие. Как в сказке, от такой тишины становится даже как-то не по себе. Непривычно она стала для обычного человека. Неестественно. Слегка облегчив рюкзачок, неуверенно, но все же решаю пройти немного вперед. Снег стал еще глубже, а ноги начали уставать все чаще. Стало понятным, что и в эту поездку до избушки мне не добраться. Но удивительное случается именно в тот момент, когда ты этого меньше всего ожидаешь. Услышав за спиной лай собаки, звонко нарушивший это безмолвие, я невольно вздрогнул. А когда хозяин молодого лабрадорщика назвал меня по имени, ненадолго потерял дар речи. Оказалось, что Денис со своим верным помощником Лаки знакомы с моим творчеством, а сегодня нам посчастливилось познакомиться лично. Но кто бы мог подумать, что это знакомство случится в лесу. Немного пообщавшись, мои новые друзья отправились дальше, вверх по речке Березовки. Оставив мне, помимо протоптанной лыжни, еще и мощный стимул добиться поставленной цели. За спиной, словно крылья выросли, я уверенно направился к таинственной и загадочной лесной избушке, смешно перебирая ногами, будто пингвин. Незаметно пролетел еще один час. Расстояние до заветной точки, четыре года назад занесенной в навигатор, заметно сократилось, а величина снежного покрова напротив стала еще больше. Местами ноги утопали в снегу выше колена, и идти приходилось с заметным перевесом тела вперед. Со стороны это выглядело необычно и даже забавно. Тут в пору снегоступы или лыжи надевать, а не сапоги резиновые, с символичным названием Топтыгин. Мои новые знакомые давно скрылись за очередным изгибом дороги. Наверное, уже добрались до избушки, согреваются горячим чайком, отдыхают. Ничего, осталось совсем немного, поворачивать назад после пройденного пути уж точно глупо. Вот только ноги как-то заметно потяжелели. Останавливаюсь, гляжу на подошву, а там сплошной каблук изо льда весом под килограмм. Как тут не устанешь? Аккуратно сбиваю ножом дорожное обледенение и делаю последний рывок навстречу лесному домику Альтаир, бережно хранящему имя своего создателя. Об избушке, созвучной с именем самой яркой звезды в созвездии Орла, я узнал совершенно случайно, о том, что Альтаир – это имя человека, в память о котором она была названа и вовсе недавно. Альтаира Голикова знали как человека очень талантливого, общительного, с хорошей эрудицией, более 38 лет проработавшего в широко известной организации ВНИЦветМед. Профессионализм Альтаира был необычайно высок. Он неизменно выделялся среди коллег, соответствуя имени, которые носил. Обладая неуемной энергией, оптимизмом и тонким чувством юмора, он брался за самые трудные дела и легко доводил их до успешного завершения. Никогда не жаловался Альтаир на здоровье, всю жизнь занимался туризмом, спортом, побеждал на соревнованиях. Даже будучи пенсионером, Альтаир Голиков бегал на лыжах и увлекался спортивным ориентированием до последнего дня, сохраняя внешнюю стройность и подтянутость. За городом же, на природе, это был совершенно другой человек. Умел он сбросить с себя городские условности и проблемы, превращаясь в человека, который никогда ни о какой цивилизации и не слышал вовсе. Так и лесной домик, несмотря на свои годы, он всем видом будто напоминает о своем хозяине. Уютный деревянный четырех стенок, аккуратно вписавшийся в местные пейзажи, будто является неотъемлемой их частью. Как это принято в лучших традициях таежной жизни, двери здесь открыты всегда и для всех, чтобы любой путник мог найти временный приют в пути, согреться и отдохнуть, не забывая при этом о простых, но жизненно необходимых правилах. Соблюдай чистоту и порядок, оставь что-нибудь после себя, коробушку спичек или баночку тушенки, растопил печь, заготовь сухие дрова для тех, кто придет сюда после тебя. А приходят сюда довольно часто, приходят те, с кем живешь в одном городе и те, от которых узнал я об этом чудесном домике. Вот и запись в лесном дневнике сохранилась. Последний день зимы, 25 градусов мороза, переночевали хорошо, без сосулек на носу. Пришли вчера вчетвером, Никифор пришел на горных лыжах, Юра на сплитах, Глеб на туристах, Ксюша на беговых. Ночь была лунная, на улице светло и красиво, ни одной мыши носа не показала, зато налетела из щелей лесная моль и мухи. Печь, конечно, еле растопили, было очень холодно, ночью не замерзли, напилили и накололи кучу дров. Бережно фотографирую записи в дневнике, на память. Старый дневник кто-то забрал с собой в качестве сувенира или же растопил им печь. Делаю заметки о своем пребывании здесь, остается совсем немного времени, скоро начнет темнеть. Немного прибравшись в избушке, сажусь пить чай. Денис с Лаки, подоспевшие к этому времени, составили мне отличную компанию. За душевными беседами и не заметили мы, как солнце скрылось за макушками остроконечных хвойных великанов. Пора возвращаться. Напоследок, с благодарностью и теплотой в груди оглядываюсь на лесной домик, который, подобно самой яркой звезде созвездий Орла, освещает путнику дорогу. Этот домик – дань памяти человеку, носившему имя той самой звезды Альтаир, соответствуя этому имени на все 100%. Талантливый ученый-исследователь, отличавшийся неуемной энергией, оптимизмом и тонким чувством юмора, Альтаир Голиков, кажется, и по сей день живет среди нас, время от времени вставая на лыжи, чтобы навестить уютный лесной домик, бережно хранящий имя своего создателя. Субтитры создавал DimaTorzok